Ну, я думаю, что здесь не только появление виртуального счета на 7 миллиардов, здесь, собственно говоря, и позиция Европы в том числе, потому что, почему вдруг возникла эта тема, сказать, достаточно сложно. Она витала в воздухе последние 10 лет, если вы помните, с 2002 года, когда еще предлагали создать консорциум на троих Германия, Украина, Россия. Потом это постоянно трансформировалось в различные форматы, но, тем не менее, пришли сегодня, если верить той информации, которая прозвучала, пришли к двухстороннему формату на паритете по управлению, опять же таки, я делаю акцент, не на приватизации, а именно на управлении Украинской газотранспортной системой. Давайте посмотрим внимательно в цитате, которая прозвучала, если при транзите 60 миллиардов кубических метров оплата будет составлять 2,2 миллиарда долларов. То есть, соответственно, если идти по базе действующих контрактов на сегодняшний день, а именно контракта на транзит и цены на газ, которые предлагает Москва, то тариф на прокачку будет намного ниже. Что это значит? То есть не 2,2, а 1,2, 1,3, если будет снижена цена на газ, потому что тариф на транзит напрямую зависит от цены на газ. Поэтому чем ниже цена, тем ниже тариф на прокачку, тем меньше денег Украина получает при транзите. Поэтому, соответственно, при создании консорциума должна быть пересмотрена именно контрактная база, то есть вот эти вот контракты 9-го года, как на поставку газа, так и на транзит. То есть и тарифная составляющая, формирование тарифа тоже будет пересматриваться. Продолжение следует...